сначала давайте понимать теорию да как вообще чтобы дальше код посмотреть но опять же это не урок это принцип ребята чтобы вы набросали что себе изучать пусть у нас вот это будет сервер 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 мы с вами тоже в школе устанавливали и будем развивать это направление я считаю что человек программист должен сам настроить сервер сам его обслужить и кто кроме программиста знает что ему за программное обеспечение на дна сервере никто не дядя с хостинга это уж точно вот это у нас будет сервер вот это у нас будет наш сайт до наш страниц нашего сайта где а вот тут на сервере у нас находится джанга установлен питон там и так далее и само приложение страница это уже html страница но само собой и же давайте попроще так вот постоянный обмен между нашим сайтом и сервером будет происходить при помощи аякс сами данные вот идут данные до пошли данные идут данные да вот они движутся будут передаваться формате нам в каком-то формате передавать будет передаваться формате джейс то есть то что называет все реализации то что на странице то что на странице будет писаться при помощи жукерри будет если мы вот возьмем джанга и отсюда сделаем вот смотрите я сейчас то кто знает да а то кто не знает сейчас узнает ребят ну я предупреждаю что это принцип я показываю чтобы вы знали что изучать само подробное изучение сюда не включается но принцип вам будет понятен у нас приложение содержит модели да мы от них и начнем двигаться представление url но грубо говоря есть еще внутренние файлы джанга так вот вот этот жукерри который на странице html у нас будет вот в джанга есть вот эти файлы которые мы с вами сейчас вот видели да там админ модель url представление дайте я сейчас нарисую чтобы было так попроще по сути дела то что у нас будет писаться в шаблоне вот странице это вот это и вот это одно и то же только это в приложении а это вот в браузере что мы видим будет жукерри сейчас вы поймете связан с нашим представлением написано на питон да по сути дела аякс аякс тоже будет заполняться в темплейцы темплейцы да и и будет передаваться пока так давайте теперь все-таки рассмотрим давайте попробуем рассмотреть и так ребят смотрите проще будет понятно если мы пойдем от модели модели здесь тестовая нету поэтому будет подчеркаться ничего страшного здесь нету сейчас интерпретратор я не выставлял просто это я тренировался а потом по принципу делал и так сначала проговорю принцип то что мы изучали джанга плюс жукерри плюс аякс можно сделать вообще все что угодно это универсальный метод который скорее всего вам понравится универсальный почему потому что в принципе очень логичен второе прост для изучения потому что жукерри изучить просто и аякс уже будет использоваться в жукерри нам нам не надо будет отдельно вот у нас есть модель определенная да юзер тайтл слух там грубо говоря в реальности практически такая же только я писал контент эта модель была вот такая да только немножко другая она да но принцип тот же самый заложен рассказать да вот модель там название загрузить файл и вот редактор там написать статью сохранить вот это у нас модель но теперь внимание как мы связываем джукерри и аякс мы связываем через представление то есть через функцию например мы с вами смотрели как я со страницы своей жены светланы кликал да вот новости участников то есть новости участников я беру запись вот снимаю не нравится потом ставлю нравится да я четко понимаю что моя задача довести человек до уровня когда он сможет принимать решение двигаться самостоятельно теперь давайте откроем и увидим что произошло внутри приложения есть экшен я просто добавил но вообще это можно было не добавлять в админку вот оно произошло вот лайкс да вот кликнуло и записалось в базу то есть в джанго что круто что мы можем записывать в базу да это все очень классно но при этом управляется все немножко другим методом так вот ну по сути дела давайте посмотрим из чего состоит представление мы видим три декоратора значит что сейчас новичок делает правильно помещает себя разобраться как создавать декораторы и что это такое записываем а участники школы записывают и вдвойне отрабатывают это я направлю не переживайте мы видим три декоратора аякс рекурет логин рекурет рекюре пост то есть по сути дела три вещи сначала давайте разберем что тем кто немножко знаешь да джанго кажется странным обратите внимание здесь нету вывода шаблона вот допустим здесь есть да там выводится в html страницу здесь нету но теперь первый важный момент обратите внимание мы не пишем не про аякс функции мы не пишем не про джукери функции мы пишем как получить данные от сервера иными словами мы импортировали json response то есть грубо говоря давайте откроем наберем json вы его разберетесь очень быстро формат обмена данными основанным javascript как и многие другие джессон орг и там есть и питон на самом деле джессон немножко напоминает здесь есть питон грубо говоря очень много библиотек обмена обмена данными да но в джанго джанго уже все все упростила информации много джанго все упростила итак ребят открываем нашу картинку в вивс мы что описываем описываем как мы будем получи получать данные и все почему потому что аякс и джукери мы будем заполнять в html файлах и сейчас потом поймете при помощи каких ключей связывать это с джанго то есть мы указываем какие данные получить это то что вы мы с вами смотрели да то что мы с вами смотрели то что потом записывается в таблицу да это стандартная функция джанго просто про нее надо знать json response ответ в формате json находится в библиотеке джанго http все довольно просто давайте немножко присмотримся к этой функции на самом деле она очень простая давайте декораторы пока опустим потом к ним вернемся просто это как дополнительные средства я вам сейчас немножко помогу декораторы это очень простая вещь но очень эффективная по сути дела новички себя записывают от и до что подлетали функции что это такое да и дальше декораторы это по сути обертки которые дают нам возможность изменить поведение функции не изменяя ее код банально просто проделав немножко вы очень быстро разберетесь сложного там ничего нет пока оставим декораторы и здесь посмотрим по сути дела мы сначала указываем здесь при помощи request post а ведь мы кто в школе с этим сталкивались если мы возьмем если мы возьмем сразу отвлекусь правильное рассмотрение и правильное рассмотрение правильное рассмотрение вот дима вот мы видим до request пост ведь это часто используется и форма да и дима на школе это рассматривал то есть а я я я я я я я я головка от патефона да сейчас так вот сергея сачи и дмитрий нак вот мы сейчас посмотрим да вот вот он отвечал мне на вопросы то есть где я направлял сейчас мы перейдем группу в группе главное быть ребята в школе в группе и все себе сохранять то что важно хотя в уроках рубрика группы привязана к определенной вещи просто я хочу чтобы у вас было представление как правильно изучать джанга да вот дима делал домашнее задание вот с этого курса он уже делал оно более сложное да где мы в принципе то что я вам рассказываю пишем социальную сеть на джанга здесь 33 курса вот этот метод на практически можно пройти до на питом тут но я просто показываю как это делал дима и это делать правильно и так буду требовать чтобы делали ребята то есть ни одной строчки кода видите сделан дает ответы ни одной строчки кода не должно быть непонятной пожалуйста проделали и форму у вас кармане надо разобраться всего лишь один единственный раз жизни но разобраться толково и так во всем так дальше 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 значит если используется экшен то дальше мы мы описываем нашу модель имидж вот наша модель с определенными полями и дальше и фэкшен если лайк то юзер лайк вот потом добавлена таблица money-to-money отношения многие ко многим добавить это обычный питон так добавить запросить юзера что добавить того юзера который кликнул дальше про ленту мы не рассматриваем это отдельно иначе если пользователь удаляет лайк вернуть формате джейсон вернуть формате джейсон иными словами ребят для работы джанга плюс аякс плюс жукери первое то что мы увидели что здесь нету куда вывод делать но здесь есть ключи с которыми будем работать сейчас вы увидите их да то есть по сути дела мы указываем таблицу и указываем добавить или удалить таблицы но сложного я здесь ничего не вижу да если прописать но самое главное что мы еще раз повторяю что мы пишем что берем данные формате джейсон то есть грубо говоря вот идут аякс у нас давайте еще раз проговорю аякс написан на джава скрипт это это не язык это не фриморк я бы сказал так правильно это набор методов сейчас для обмена сервером а обмен идет при помощи джейсон до формата мы его смотрели так вот в представлении мы как раз и пишем что получить эти данные при джейсон то есть джанга получит формате джейсон джейсон сервизация называется и прочитает их до прочитает их где-то я там не тут наверное делаете светильники ну ладно это позже то есть это вы уловили теперь немножко о декораторах по декораторах смотрите а как же а как же а ну давайте сначала не так будет непонятно теперь давайте откроем шаблоны теперь откроем шаблоны ребят что было понятно и в голове стало да то есть что изучать вы себе уже записали что разобраться джейсон разобраться с декораторами ребят вы молодцы вы все пишете я вас обожаю а вот ребята и фишка если вы сейчас прямо наберете такую вещь я вам сейчас покажу вот смотрите а яхт сетап то есть если мы смотрим то на самом деле установка происходит при помощи скрипта обычного на http странице как bootstrap подключается то есть мы просто подключили жукерри как скрипт на можем там установить ее на сервер на нас можем через просто вот так через скрипт по ссылочке вы можете ввести стабильно это в браузер и мы увидим саму джекерину она будет мешаниной ну просто говорю что она есть само собой на самом деле если вы возьмете наберете сейчас вот так а яхт сетап то вы сто процентов найдете справку жукерри а яхт сетап просто нет смысла отдельно в на начальном этапе изучать аякс хотя изучение а яхт понимания сейчас покажу наберите вот а яхт википедия и вы здесь не увидите ссылки на сайт вы здесь увидите немножко другое а синхронный java script или хмл подход по строению польских интерфейсов подключаяся фоновым обмене сервером да ну набор методов на самом деле просто здесь а яхт сетоки набор методов технологий и мы здесь можем увидеть разные вещи то есть здесь просто отражены технологии до дальше то кто разработал эти технологии но я если вы так более-менее хотите хотите начните вот это обязательно почитаете хмл теперь request да что это такое сложного ничего нету просто почитаете но на первом этапе и в принципе этого всем хватает потому что жукерри очень мощный фреймворк и я сказал вот сейчас еще важную мысль про говорю смотрите здесь мы передали лайки а я когда писал я передавал статьи то есть по сути дела неважно мы на фреймворке жукерри пишем что передать сейчас мы посмотрим на самом деле вот очень короткий код работы аякса где в принципе мы видим что переменная csrf токены это защищенная передача как и в джанга есть да то есть и сохранение коки то есть то дальше у нас написано функция какие методы вернуть до дальше а яхт сетап вторая функция это я вам даю домашнее задание до разобраться и дальше то что касается жукерри то есть какой блок кода уже джанга обрабатывать все просто просто да по сути дела этот код у вас может что-то добавляться что-то отниматься но очень короткий все за нас делает фреймворк жукерри вот этими простыми двумя функциями то есть одной функции да практически мы с вами иными словами наладили канал до между серверами нашей страницей которые будут работать фоновом режиме то что я вам и говорил что то что я вам и говорил уже открывал вкладок то что я и вами говорил когда человек будет щелкать но вот это процесс обмена сервером он уже совершается сейчас надо было ответить на вопрос так ребята сообразить да то есть мы сделал сделали канал при помощи этого кода но делает за нас это фреймворк жукерри нам просто надо отобразить что с чем как работать теперь мы видим блок который будет обрабатывать жукерри и если мы сейчас копнем уже деталь страницу это у нас базовая страница что работая со всем сайтом да у нас есть таблица деталь то есть непосредственно страница где происходит клик и внизу кроме кода джанга мы просто дописываем джукерри и на самом деле все очень просто смотрите как работает джукерри мы видим здесь вот описано то есть новички для себя помечают сейчас ребята изучить джукерри я вам сказал что джукерри это очень универсальный инструмент по сути дела можно передать что все что хотите это в данном случае мы лайки передаем а я передавал статьи что хотите хотя технологии намного больше но почему джукерри он очень прост и очень понятен и по сути дела на самом деле до разбираться долго не надо вам просто надо найти толковую схему типа типа один раз разобраться основные моменты понять ну например толку толковые подключения жукерри события к чему привязать то есть вот при клике клик фанкшен то то функция будет вызвана по событию то есть по сути дела он очень очень короткий на информация говорю больше чем отбавляй ну давайте вернемся к нашим то есть сейчас код джукерри я не буду разбирать я покажу только связь джанга по сути дела все это вы быстро разберете вот только что мы видели это вот то что я показывал мы видели да только немножко по-другому да да вот смотрите здесь написано лайки клик фанкшен еда но то же самое мы видим и здесь да только тут батон до клик фанкшен то есть ну грубо говоря выполнение функции да и дальше мы видим пост запрос это обычно стандартный тег не тег а разметка жалко до url и мага лайк и если мы сейчас пойдем в нашу вивс то мы видим так где наш где наш где наш вы так я по закрываю вот так вот так вот смотрите url и маг из лайк вот наш лайки есть и в экшен равно лайки и дальше что делать либо добавить либо удалить просто просто откуда вот это взялось но это уже основы джанга здесь сложного тоже ничего нету в школе изучайте все будете знать того же она пространство имен вот она namespace указали обычно вот это то что я говорил курсе будем нарабатывать частые как конструкции то есть вот про этот курс который я говорил ребят сейчас отвлекусь который я здесь начал вот эти конструкции вот эти конструкции да которые мы будем в этом курсе рассматривать джанга профессиональное изучение и вторым этапом я хочу чтоб мы проработали проработали конструкции к ним также относится это namespace указание url извините ребят вот тут я вас заставлю покорпеть эти вещи эти вещи вы должны писать не так что ах вот это а я пока говорю вы уже написали поэтому тренируемся до усрачка как говорится но то что я скажу в курсе должно отлетать базовые вещи создание простого url создание простых функций создание моделей то есть и работа с ними это должно быть уже на высшем уровне поэтому тренируемся пока не посинеем тренируемся что спать ложимся и жена или там спрашивает и сходил магазин а у вас голове что а у вас голове код и вы ни хрена не соображаете у вас одни цифра один код вот до усрачки этот тренировать но тогда будет толк слушай меня и все как вот ребят на самом деле смотрите как просто мы описали что делать при клике и просто указали по запрос что использовать лайк а вот этот шаблон джанга сама свяжет джанга связывает так как шаблоны мы с вами рассматривали в те пять уроков которые я давал да мы с вами рассматривали он будет связан с представлением да то есть все сложно что сложного сложного ничего нету на просто один раз понять а дальше пишите себе хоть чего там хотите уловили уловили повторим потом давайте как же джанга узнает что вот это вот происходит мы подстрахуемся то есть вот тут вот произошел этот лайк абсолютно верно нам надо еще написать сигнал да чтобы это работало очень четко и кроме этого нам надо написать декораторы есть вот в коде который я смотрю да это же код скопированный с сайта джанга он везде есть эти примеры написание декоратора вот прямо так скопируете вставить здесь вы ничего нового не добавить то есть это все примеры с официального сайта джанга давайте уже следующий урок со следующего видео вам не надо кофе попить